продолжаем знакомство с семействами и сегодня мы поговорим о семействе балясины которая входит состав ограждения значит такое семейство создается как обычно файл создать дальше семейства и смотрим здесь у нас есть уже готовые шаблоны метрическая схема балясина балясина панель балясина стойка балясина стойка ну я выберу так балясина открыть и открылась у нас здесь проект значит семейства нашего видите здесь диспетчер проекта и по умолчанию открылся опорный уровень это план но балясину мы создадим не с помощью элемента выдавливания с помощью элемента вращения для этого перейдем на фасад спереди и посмотрите вот здесь уже есть готовая создана на готовая опорная плоскость опорная плоскость это опорная плоскость видите на расстояние установлена и установлен здесь этот параметр на параметр видите высота балясина по умолчанию 750 миллиметров значит мы и оставим или можем поменять такого как нам необходимо далее переходим к созданию выбираем создание вращение указываем рабочую плоскость по центру вперед назад окей и дальше мы должны нарисовать сечение то которое мы будем вращать чтобы получить нашу балясину первоначально у нас открылась линия границы для рисования вот этой границы мы должны нарисовать замкнутый контур который мы будем вращать ну вот этот замкнутый контур я и буду рисовать можно использовать разные элементы поочередно я например взял прямую потом дугу потом опять кусочек прямой сделаю здесь какие-то вырезы да такие разные дальше вниз сюда и замыкаем контур все замкнутый контур у меня есть сразу могу здесь поставить материал допустим у нас материал это будет ясень использовать визуальный образ применить и после того когда нарисовал контур я должен выбрать линию оси вокруг которой должна вращаться этот контур что получился у нас необходимый элемент выбирая линия оси могу нарисовать ось а могу выбрать ось я ее выбираю и выберу вот эту линию эту линию и дальше ставлю зеленую галочку обратите внимание что у нас угол здесь конечный 360 градусов можно было вращать это сечение и на другой угол например 180 если это нам было бы необходимо ну давайте посмотрим что у нас получилось вот наша балясина ну давайте сделаем ее вид реалистичны вот таким образом она выглядит да мы ее грузим в проект так и назовем меня она будет называться балясина 3 сохранить вернулись мы в проект и теперь смотрите вот наше ограждение на ограждение я выбираю ограждение так открылись его свойства изменить тип вот здесь размещение балясины изменить балясина стоит у меня здесь сейчас балясина 1 открываю и вот та балясина которую мы создавали 3 вот она появилась нажимаем балясина 3 применить окей применить окей и давайте любоваться тем что мы сделали с вами вот это балясина которую мы с вами создали создали на создали с помощью с помощью шаблона семейства и создавали с помощью инструмента вращение вот таким образом мы познакомились еще дополнительно с инструментом вращения и можно создавать не только балясина любые другие элементы где это возможно где необходимо получить такие поверхности какие мы получили сейчас путем вращения вращения все на этом на сегодня у